здравствуйте дорогие друзья наконец совершилось великое ужасное событие есть реальная цена на карту 5500 xt в нашей украинской рознице наконец она появилась я еще покажу расскажу об этой карте и поговорим нас вообще на тему ценообразований на цену маркетинга бессовестного я покажу вам тесты позиционирования этой карты как бы с чем она позиционируется какие антиподы являются из лагеря nvidia вообще знаете удивительно изначально как бы по всем пресс-релизам 5500 xt это было и 5500 это было соперницей карты 1650 супер и как бы вот она что список супер а довольно таки уверенно с этой картой соперничает но почему-то по всем тестам это конечно работая я не сомневаюсь это работа маркетологов по всем тестам она является сперницей 1650 супер и 1660 и 1660 супер то есть что хоть хотят нам рассказать я не понимаю я не верю что карта может соперничь по образовательности сразу с тремя картами из противоположного лагеря это какая-то чушь полная и я думаю что это просто надувательство и работа бессовестных маркетологов нас интересует карта вот это вот данный момент msi radeon 5500 xt гейминг на 8 гигабайт стоит она в компьютер universe 257 евро давайте немножко поговорим об этих карта об этой карте конкретно что она себя представляет ребята я вставлю тесты посмотрите делают знаете как вам сказать выводы делать это дело ваше я ставлю тесты которые мне кажется не совсем честные но других их нету значит что нас ждет самое главное рекомендованность блока питания 450 ватт дополнительное питание 8 пин потребляемая мощность 140 ватт потоков процессоров 1408 текстурных блока 88 версия directx 12 версия opengl 4.6 поддержка vr есть значит какие разъемы hdmi версия hdmi 2.0 дисплей порт 3 штуки версии дисплей порт 1 и 4 графический процессор amd redone rx модель amd redone rx 5500 xt подключение пися экспресс версия 40 128 битная шина чисто разбоработать частоты значит базовая работа gpu 1685 мегагерц в бусте 1845 разбон такой приличный очень частота работа памяти 14000 мегагерц техпроцесс 7 7 нанометровым максимальное решение экрана 7880 на 4320 вот такая ребята посмотрим такая очень красивая конечно карта почему мы сами сейчас я вам просто объясню внимание 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 вот цена заявленная уже реальная в интернет-магазине это брайн-компьютер украинский то есть нет наличии я думаю что но можно делать уже предварительные заказы на эту карту 6159 гривен это приблизительно кто не знает я нахожусь в украине у нас доллар где-то 24 гривны это где-то 260 долларов то есть сейчас посмотрим что она себя представляет такая симпатичная карта однозначно цена ну давайте посмотрим компьютере универсу она стоит она стоит почти 200 почти двести пятьдесят семь евро а где у нас на стоит 260 долларов как бы цена в компьютере универсии у нас при принципе как бы даже у нас даже слаще чем компьютер и универс цена но ребята что надо понимать надо понимать одну простую вещь что мы можем взять за эти деньги ребята сейчас я покажу вам тесты а потом мы поговорим я вставлю сейчас тесты видеокарты пять тысяч пятьсот 90 rx 1650 супер 1660 и 1660 супер вы посмотрите там эти тесты производительность этой карты относительно других карт и делайте для себя выводы сами мне кажется эти тесты они нечестные итак ребята если эта карта является соперницей 1650 карты то по своей цене конечно нам интереснее однозначно 1650 супер штормикс на 4 гигабайта вот такая простая карточка обыкновенно ничего себя такого особенного не представляет тоже шина 128 бит частота памяти 12000 мегагерц частота ядра 1725 мегагерц конечно пися экспресс 3 0 на панель 4 0 на не поддерживает шина 128 битная то есть все примерно одинаковая кроме того что чисто памяти конечно уже 5 тысяч сеток стив выше но цена ребята цена приблизительно где-то долларов на 75 она стоит дешевле идемте дальше дальше у нас нет по существу карта 1660 я взял сразу две карты 2 вентиляторная 1 вентиляторная вот одна вентиляторная стоит чуть больше 200 долларов 1660 это мега классная карта уже на 6 гигов видеопамяти там GDDR5 правда там частота конечно поменьше работы памяти но частота ядра довольно таки неплохая 1785 мегагерц шина уже 192 битная возьмем двух вентиляторную вот мне больше хотя если полита хотя бы уже двух вентиляторная как мне кажется она более как бы интересная вот тоже цена приблизительно где-то ребятки сейчас вам скажу где-то на 25 долларов она стоит дешевле чем msi 5500 xt то же самое ну и взять допустим 590 rx тоже она стоит примерно как 1660 я вам скажу даже больше ребята по этой цене по которой рекомендуют нам покупать карту 5500 можно даже взять карту 1660 супер я покажу вам цену на эту карту ребята не забывайте пожалуйста что у нас проходит розыгрыш видеокарты rx 570 на 8 гигов от гигабайта условия конкурса я вам сейчас расскажу здравствуйте дорогие друзья рад вам всем рассказать что у нас на канале проходит розыгрыш видеокарты от гигабайт радон rx 570 на 8 гигабайт условия розыгрыша условия конкурса конкурс проходит с 15 декабря по 15 января в каждом видеоролике в котором увидите объявление о розыгрыше этой видеокарты вам надо поставить лайк или дизлайк обязательно подписаться на канал потому что в розыгрыше принимать в розыгрыше этой видеокарты принимают только те люди кто подписался на канал только подписчики значит вам надо писать если вы ставите дизлайк почему этот ролик не понравился и поставить лайк если вы ставите лайк то вам надо написать почему 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 вам этот ролик понравился Можете также написать свои комментарии Пожелания В общем это дело лично ваше Но мне интересно, если вы ставите лайк, почему вы поставили Или ставите дизлайк, почему вы поставили дизлайк Вот так вот провожу С вашей помощью небольшой такой опрос И за этот опрос Делаю вам подарок Это видеокарту от Гигабайт Radeon RX 570 Извините, на 8 гигов Спасибо большое Принимайте участие в розыгрыше Всем удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...